В нашей стране День защиты прав потребителей впервые отметили в 1994 году. С тех пор он проводится ежегодно, причем мероприятия дня каждый год посвящены определенной тематике. На этот раз праздник проходит под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». Тема выбрана не случайно, интернет прочно вошел в нашу жизнь, и все больше россиян предпочитают приобретать нужные им товары в виртуальных магазинах. А чтобы интернет-покупки приносили радость, а не огорчение и обманутые надежды, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Прежде всего, должна соблюдаться гражданами определенная безопасность, самостоятельность, защита своих прав, то есть осуществлять заказы на проверенных сайтах. Либо, если мы не знакомы с этим интернет-магазином, знакомые не пользовались и так далее, внимательно ознакомиться со всей информацией, которая указана о продавце. Потому что многие сайты не содержат информации о месте нахождения, о юридическом адресе и адресе, откуда отправляются эти товары. И потом, впоследствии, очень сложно их разыскать. То, что фактически существует только в виртуальном мире, а по факту их не найти. Не терять бдительность исследует и в обыкновенных магазинах. К сожалению, нередки случаи, когда сумма в чеке не соответствует заявленной наценнике. В данном случае в чистом виде идет обман потребителя, ответственность за которую предусмотрена кодексом об административных правонарушениях. Дело в том, что статья 10 закона о защите прав потребителей предусматривает обязанность продавца предоставить полную и достоверную информацию о товаре. К данной информации относится также информация о цене товара, указанной на ценнике. То есть, если по факту на кассе цена товара не соответствует той цене, которая указана на ценнике, установленном в торговом зале, потребитель имеет полное право пригласить администратора и приобрести товар по той цене, которая указана на ценнике, вывешена в торговом зале. Это уже вина магазина, вина его работников о том, что, допустим, поменялась партия, не успели изменить цену. Покупатели на нарушение закона о публичной оферте реагируют по-разному. Одни обращают внимание на расхождение, другие предпочитают не связываться и не вступать в споры с кассиром из-за каких-то пяти или десяти рублей. Третьи либо отказываются от покупки, либо требуют справедливости. За такой мелочи, конечно, не буду требовать. Я просто не буду брать. Сейчас, слава богу, магазинов полно. Другой зашел и купил. В кассе пробивают не тот чек, ну то есть не ту сумму. Например, там акция идет, подходишь, кофе написано 283 рубля, а пробивают по старой цене повышенной, например, 390 рублей. А что вы в таких случаях делаете? Ничего, подхожу к кассиру и говорю, и мне возвращают. Покупатель всегда прав. Этот девиз, рожденный еще в годы СССР, не теряет своей актуальности и в 21 веке. По данным территориального управления Роспотребнадзора, количество жалоб и сообщений о нарушениях прав потребителей за последние два года увеличилось на 50%. Чаще всего кандалакшане высказывают недовольство по поводу качества продуктов питания. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.